Всем здравствуйте! Сегодня, в принципе, тучи отступают, хотя ближе к утру был дождь, но сейчас так будет солнечная погода. Сейчас я нахожусь в районе парка О-Дори. Он заканчивается, если кто знает, телебасный сад Баран. Оно сейчас находится позади меня. Здесь деревья мешают. Сейчас подойду, покажу. Как бы это маленькая копия токийской башни. Вы можете видеть, она находится позади меня. Туда мы еще сегодня поднимемся, сейчас немножко погуляем. Надо еще позавтракать. Я до сих пор еще не позавтракал, хотя время уже, наверное, часов 9. Моя знакомая написала, говорит, ты еще не завтракал? Я говорю, я только еще проснулся. На что она ответила, тебе, говорит, конечно, везет. Да, сейчас он находится на работе. Как вы знаете, у японцев у них достаточно странные графики работы. Хотя, в принципе, не странно, везде так. У нее выходные выпадают, выходной. Как вы знаете, у них один выходной в неделю. У нее он выпадает на среду. Ну, соответственно, они могут брать также в любое время выходные дни. Ну, а тем не менее, как бы, так как она собиралась поехать со мной в Джозанке, в горячей спочтечке, в качестве гида, в принципе, мне дает. То есть, ей придется передвинуть свой выходной. Не знаю, конечно, как удобно или неудобно, как это скажется на ее работе. Но думаю, отдохнуть тоже надо. Даже таким работягам обязательно надо. Таким работягам, так и концы. Сейчас постараюсь что-нибудь найти. А так пойду, поображу по парку. В принципе, камеры выключать не буду. Просто покажу, как выглядит парк Одорей. То есть, это в течение, по всей длине длинной улицы. Здесь, в принципе, проспект Одорей. Сейчас покажу, как он выглядит. Хотя, как я могу судить, его постоянно перестраивают. Постоянно добавляют какие-то элементы декора. Но выглядит он даже сейчас. Очень интересно. Сейчас мы перейдем улицу. Делать это нежелательно, как у нас в России. То есть, перебегать просто дорогу. Где ни по опаде. А делать это надо строго на пешеходном переходе. И по правильному цвету светофора. Людей на улицах не так много. В принципе, сейчас для многих просто обычный рабочий день. Кто-то с семьями отдыхает. Было видно не первый раз. Кто-то просто отдыхает. Люди кто где. Сидят, отдыхают. Гуляют с семьями. Кто-то просто куда-то спешит. Очень много людей с чемоданами. То есть, кто-то выбирается какую-то поездку куда-то. Очень много велосипедов, в принципе. Вот. Так, здесь идет какая-то стройка. Ну, как обычно. Что-то делают, что-то переделывают. Тут фонтанчик вот такой. Пойти залезть в него, что ли. То есть, просто посреди города такой большой длинный парк. То есть, он идет практически по всей длине улицы. Так, надо по сторонам посмотреть, поискать, где действительно можно перекусить. Вот. Немножко прогулялся по округе. Как вы можете видеть, как раз у меня за спиной находится башня Саппоро. Телевизионная башня Саппоро. Сейчас мы туда планируем подняться. Также позади меня, как вы можете видеть, надпись Саппоро. Вот. Ну, как бы отсюда то ли берет начало парк Одури, либо здесь он заканчивается. Ну, в общем, не важно. Вот. Ну и что. Пойдем, пройдем. Поднимемся наверх. Смотрите, какой приколюшка здесь нашла. Неплохая композиция. Вот. А это сама телевизионная башня. Вот. Сейчас мы туда поднимемся. Вот. Надо только найти, где этот билетик купить. Телевизионная башня. Ах. Смотрите, маленькие тупают. Эть, эть. Вот они какие, японские карапузы. Вот, ну, сейчас я нахожусь наверху. То есть, здание телебашни, конечно, не такое высокое, как токийская башня. Вот. Ну, как бы можно все равно посмотреть, подняться, что здесь делается совсем небольшой высоты птичьего полета. Вот. Как бы сверху выглядит очень даже неплохо. А здесь еще один парк. Как вы можете видеть, находится. Вот. То есть, вообще, как бы японцы частенько и везде постоянно пытаются что-то озеленять, делать какие-то паркинг. Потому что, сами можете посудить, что в больших городах большое скопление народу, машин. Вот. Все это, выклопные газы и прочее. Вот, хоть как-то можно озеленять все это дело. Вот. Здесь находятся, по-моему, всяческие сувениры. Вот. Ну, туристы, рычками, мимо. Что-то. Какой приятный экземпляр. Вот так он и выглядит, Саппара. Поменьше Токио, но тоже большой город. Насколько я знаю, здесь живет около миллиона восемьсот тысяч человек. Вот. Конечно, это не считать окрестностей. Хотя, города здесь расположены практически один близко к другому. Вот. Кругом парки, парки, еще раз парки. Ага. А вот здесь вот, я так думаю, очень хорошее место для того, чтобы вечерком посидеть с кем-то из друзей. Просто пообщаться. Как вы видите, там внизу канал небольшой, вода бежит. Вот. Тут цветочки какие-то растут. Отсюда, если честно, я их вообще не вижу. Хорошо камера приближать мне. Нормально. А, вон, все заметил. Интересное исполнение, очень оригинальное. Как вы можете видеть, здесь всяческие сувениры. А, все, что угодно было, найти можно. Как в нормальном магазине. О, а вот эти вот железные штучки я, по-моему, где-то видел. И что-то про них читал. Из гаек с болтов сделаны скольчины. Интересная идея. Сейчас мы с вами поднимемся повыше. Вот, нужно на самый верх, чтобы подняться башни, нужно купить билет. Сейчас мы, в принципе, это и сделаем. Здесь есть, то есть, для покупки билетов автомат, как вы видите. То есть, все просто, кладете денежку и едите наверх. Так. Для взрослых это стоит 720 йен. Вот. Для школьников, для студентов, скорее, 600. Вот. Ну, и дальше, видите, то есть, средняя школа, младшая школа и до трех лет. Вот. Сейчас, как бы, мы как раз это все и сделаем. Так. Вот мы поднялись наверх. Теперь город уже вблизи. Сможете видеть, насколько он, в принципе, не маленький. Вот. Отсюда уже, да, все смотрится уже маленьким. Вот такой он саппарат. В следующий раз мы поднимемся, постараемся подняться еще повыше, на другое немного место. Вот. А на какое именно, я вам позже расскажу. Сейчас продолжаем смотреть по разные стороны города. И вообще, город как-то интересно смотрится, вот, как вы можете сами видеть. Вроде бы равномерная такая высота домов, и среди них вот спонтанно возникают многоэтажки. В смысле, не соседних, а очень высокие дома, у которых больше 30 этажей. Вот. В среднем же дома по 9, 9-5 этажей. Сейчас мы здесь находимся практически в центре города, поэтому здесь больше деловой центр такой. Смотрите, там колесо обозрения есть. А после того, как спустимся опять на землю, хочу прогуляться по знаменитому району Тануки, насколько я помню, по-моему, называется. Тануки-Коджи. Там вроде как находятся самые дорогие магазины, а, в общем, место в целом для шопинга, для развлечений, для похода по ресторанам. Вот, а это как раз вот парк Одори, который упирается вот как раз в башню. Прошу прощения, если будет очень сильно трестись камера, потому что на самом большом приближении... Вот так оно и выглядит. Сейчас мы посмотрим с последней стороны, то есть все уже видели. Сейчас осталось только здесь. Как можете видеть, это здание еще выше, чем башня. Вот так, как бы, все равно ощущается, что как бы башня покачивается, то есть высокое здание. То есть, хочешь не хочешь, все равно как бы выкрасился данный эффект. Как бы, не сильно ее покачивает, но тем не менее. Что это такое? Серьезно? Да. 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 Вот. Вот. Взялся уже вниз, на первый этаж. Вот. Когда приобретаете билеты, для того, чтобы забраться как раз на самый верх башни, вот, нам выдает несколько купонов на всякую, всякую, со скидкой. Вот. Один из них на мороженое. Вот, то есть как бы грех не воспользоваться, поэтому сейчас пойдем и купим мороженое теперь. Сейчас как бы решил тоже просто прогуляться, уже время близится к обеду. Вот, как раз сейчас в районе Цинукиходжи, он находится практически впритык к ударе в парку. Вот, поэтому найти его не тяжело. То есть, как можете видеть, народ появляется все больше и больше на улицах. Вот. Все кругом чистенькое, пледненькое. Очень даже ничего. Я буду идти. Может быть что-нибудь интересное вспомню, расскажу. Вот. Вообще, вот сколько я здесь уже нахожусь, иностранцев именно от европейского происхождения, тут я тут практически не встречал. Хотя, конечно, возможно, я не там нахожусь, где нужно, поэтому мне они как-то на глаза особо не попадаются. Даже, в принципе, когда я прилетел вчера в аэропорту, тут тоже не видел ни одного иностранца именно от европейского происхождения. Вот. Так, надо бы подыскать, где пообедать. Где-то тут я видел хорошая забегаловка была, где продают удон. То есть, удон это так же лапша, как и рамен, но приготовленная вручную. Сама лапша не похожа на рамен. А где-то, по-моему, на той стороне. Сейчас мы перейдем улицу. Вот. Очень много велосипедов, как я заметил. То есть, люди не столько на машинах даже, насколько на велосипедах передвигаются. Светофоры оборудованы точечными датчиками. Не датчиками, а показывают, сколько времени, в общем, осталось до того, как загорится другой цепь. В принципе, удобно. То есть, можно рассчитывать, успеешь ты перебежать дорогу или нет. Вот. Загорился зеленый цвет, можно идти. Да, да. Этот бренд есть у нас. Я себе, по-моему, даже какие-то штаны у них покупал. Было дело. Светофор меняет цвет, горит долго, потому что, как бы, перекрываются полностью все улицы. То есть, движение стоит. Люди идут сразу практически во все стороны. Я извиняюсь, конечно, что, может быть, камера будет сильно трясти изображение. Вот. Ну, постараюсь, чтоб сильно такого не было. Кругом магазины, магазины, магазины. Одеваются здесь оригинально. Стою попадаются такие интересные экземпляры. Как-нибудь попадется на глаза, так я вам обязательно покажу. Вот. Чего бы попутно, пока я иду еще, где он находится, рассказать вам. Вот. Ну, сегодня погода, как бы, порадовала. Сейчас дождя нет, не жарко, что хорошо. Вот почему мне нравится Хоккайдо. Потому что здесь такой же климат, как у меня на родине. Живу я в Сибири, поэтому привычный к холоду. Когда большая жара, немножко тяжеловато. Вот. Сейчас где-то 25 градусов на улице. Как бы облачно. То есть, прямого солнца нет. Вот. Что, в принципе, не может не радовать. И моя перспектива ходить, и текая буквально-таки, вот, он меня совсем не радует.